Я нахожусь на Ларина, 28, во дворе, где сделали уличные домики для котов. Раньше я вам показывал двор на Козлова, где люди сделали будки для собак бродячих. Собаки бегают по двору, рвут кошек, гадят. Люди на них ругаются, возмущаются. А это совершенно такой же двор, с такими же пятиэтажками. Но только здесь домики для котов. И люди выносят здесь кошкам, домашним или бездомным, разную еду. Вот этот котенок меня вроде бы как не боится. Вот тут ему вынесли корм. Вот тут какую-то домашнюю еду. Вон, собственно, другие кошки. Они меня испугались. Но я уверен, что как только я уйду, они сюда придут, тоже будут есть. Кроме домиков для кошек, здесь еще сделали спортивную площадку. футбольное поле, лавки, велопарковку. В общем, как мне сказали, здесь недавно, буквально полтора года назад, обустроили эти дворы. В общем, я походил по двору и понял, что кошки здесь не сидят. Здесь очень опасно. У всех на виду, особенно у собак. И местные мне рассказали вот такие истории, что, оказывается, не все так просто. Здесь рядом со строек прибегают бродячие собаки, собаки жрут кошачью еду и грызут кошек. В одном из домиков сделана загородка. Кошка может спрятаться, но собаки ее все равно дожидаются и хватают, когда кошка выйдет. То есть, вот эти домики, они сделаны, ну, скажем так, очень плохо. То есть, как я понимаю, было бы намного лучше делать домик для кошек на какой-то большой высоте, чтобы кошка чувствовала себя в безопасности и чтобы еду не ели бродячие собаки. Вот в таком виде, вот эта идея с домиками для кошек, она, конечно, прикольно выглядит, но то, что мне говорят местные, то, что собаки после 10 вечера вот сюда приходят и жрут все, это никуда не годится. С 2020 года у нас в стране принят закон об ответственном обращении с животными. С животными нельзя жестоко обращаться, это значит запрещен отстрел бродячих собак. То есть, если сюда забегут собаки, то местные не могут их никак уничтожить и как-то сделать, чтобы они больше не прибегали. Кстати, для зоозащитников я хочу как бы показать, что на самом деле собачек я тоже люблю и кошечек люблю, всех люблю, но если кошек не будет, то будут крысы. Собаки не борются с крысами, а кошки реально борются. И наличие кошек в подвалах домов, в подъездах и вообще на территории очень хорошо помогает против крыс. Крысы найдут для себя еду, поэтому кошки здесь тоже нужны.